Всем привет! Меня зовут Дмитрий и вы находитесь на канале Луна Байк. В сегодняшнем видео я буду устанавливать на свой фэтбайк новенький карбоновый комбо руль. Почему комбо? Потому что вынос и сам руль составляет единую деталь. Почему я решил установить руль? Потому что решил снова вернуться к спортивной посадке. Хотя я по-прежнему считаю, что для езды по бездорожью лучше подходит вертикальная посадка, но просто более комфортная. Давайте немного расскажу о самом руле. Средина составляет 720 мм, вынос 100 мм, вес составляет 248 грамм. Отделка 3К, также есть отделка 12К и UD. K означает количество тысяч волокон в одной клеточке. UD это отделка совсем без плетения, то есть руль будет просто черным. Но хочу заметить, что это просто финишная отделка и она никак не влияет на характеристики руля. Поэтому выбирайте любую, которая вам нравится. Ссылочку на продавца я оставлю в описании. Ну что ж, давайте теперь приступим. А начнем мы с демонтажа старого руля. Сначала снимем компьютер. И фару. Теперь открутим грипсы. Следующее, что снимем, это тормозные ручки. Так, я думаю, я сниму как-то. Как и справа, так и слева. Потому что я же хочу сравнить, сколько висит старый руль по сравнению с новым. Соответственно, более честно будет взвешивание, если я рога совсем уберу. Кстати, на новые руль я их ставить не буду. Потому что лучше всего они себя показывают, когда находятся вот здесь, с края. Ну, это не так безопасно, потому что я однажды зацепился рогом за дерево и просто мне выкинул с велосипеда. Я их перенес сюда. Но здесь, честно говоря, они мне не понравились, как стоят. Не очень удобно. То есть их место именно с краю. Раз с краю опасно, значит просто их снимем. Осталось открутить монетку и снять вынос под фару. И можно полностью демонтировать руль. Жалко, конечно, что вынос обратно поставить нельзя, потому что на новом руле вот эта вот часть немножко приплюснута. Сейчас покажу. Видите, оно похоже на крылья чайки. Ну, плюс в том, что здесь есть специальные болты, на которые крепится вынос. Ну, а там уже можно на него и фару поставить, и компьютер, кому что нужно. Ну, компьютер я здесь вот на выносе расположу. А вот этот отдельный вынос, который приобрету позже, у меня будет расположена фара. Ну, а пока он идет, я где-нибудь справа или слева фару расположу. Все, выходим на финишную прямую. Осталось открутить крышку якоря и скрутить сам вынос. Теперь у меня передок будет совсем карбоновый. У меня и вилка карбоновая, и руль карбоновый. Даже колечки проставочные у меня тоже карбоновые. Проверим состояние штока, чтобы не было никаких трещин. Вроде бы все нормально. Ну что ж, давайте теперь сравним вес старого и нового руля. Включим весы. Положим новенький карбоновый руль. Весы показывают 250 грамм. На распаковке показали 240 грамм. Ну, в принципе, в пределах погрешности весов. В любом случае вес отличный. Теперь давайте положим алюминиевый руль с 60-миллиметровым выносом. Вес 591 грамм, что на 341 грамм больше, чем карбоновый руль. При этом карбоновый руль не будет, думаю, уступать по жесткости старому алюминиевому. Как видите, выгода в весе очевидна. Давайте приступим к установке. Первое, что нужно сделать перед установкой, это смазать шток специальным герметиком. Кстати, вместо герметика можно использовать раствор спиртовой, канифоля. Он будет способствовать тому, что карбоновые детали между собой не будут скользить. Наконец-то совместим руль с велосипедом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... теперь нужно затянуть якорь то есть тем самым стянув все вот эти детали так надпись то нам надо ровно поставить чтобы все было красиво теперь выставим ровно руль теперь можно затянуть болты кстати лучше пользоваться конечно динамометрическим ключом но мне его нет усилие здесь не должно быть большим здесь по моему 6 ньютон на метров нужно применить усилия так кажется все ну что ж теперь давайте повесим тормозные ручки грипсы монетку и можно будет пробовать уже все первая нас идет монетка по-хорошему конечно руль тоже нужно смазать герметиком вот вот для карбона давайте так и сделаем теперь насаживаем монетку так она гораздо легче идет теперь устанавливаем ручку заднего тормоза теперь установим грипсу пока не будем затягивать не тормозную ручку не монетку потому что нужно будет еще все подстроить так как не надо но пока займемся левой стороной поставим даже заглушки сразу самое интересное что заглушки сюда не подходят они просто свободные так у меня где-то были еще заглушки сейчас поищем ну что я отыскал заглушки другие они вроде подходят даже усилий нужно применить чтобы вставить отлично как родные ну что теперь мне нужно сесть на велосипед и примерить как должны быть наклоненные ручки тормозные чтобы мне было удобно сейчас мы это и сделаем выполнение нужно делать так чтобы ручки вот в плоскости с рукой лежали тогда не нужно будет напрягаться ну кстати я сейчас сижу и честно говоря не ощущаю что прям я аж вот так вот наклонен не настолько уже будет низкая посадка поэтому думаю будет комфортно ездить и по бездорожью и на скорости думаю вот так вот оставим теперь нужно подобрать положение монетки шамановская монетка к сожалению не так удобно как сремовская ну как по мне то есть как то у нее длинновато что ли вот эти вот лапки немного подзатянем монетку чтобы не избилось ее положение потому что она в отличие от тормозных ручек болтается на руле не затянутом положении в принципе раньше у меня здесь были как раз между монеткой и тормозной ручкой рога и мне было удобно да думаю как то так что теперь затянем тормозные ручки и в принципе можно приступать к испытанию единственно может быть седло еще нужно будет поднастроить но это я уже сделаю в процессе езды потому что так не поймешь давайте вытрем излишки герметика для сборки установим компьютер и фару кстати обратите внимание я вам так и не рассказал видите вот эти две белые полоски это на самом деле светоотражающие полосы то есть я катафотами не пользуюсь но чтобы мне было в темное время суток виднее я использую вот такие наклейки раньше у меня было здесь колечко но с этим рулем я решил наклеить вот такие наклеечки честно говоря без катафот совсем или без светоотражающих полосок выезжать в вечернее время очень опасно но лучше конечно использовать фару так берем площадку под компьютер натягиваем резинку вот так-то это легко сделать все получилось теперь сам компьютер отлично так ну а фару наверное разместим с правой стороны чтобы не слепить водителей потому что иначе она будет светить прямо на встречку поближе к центру разместим хотя в процессе эксплуатации конечно определюсь может быть и на левую сторону размещу фару ну а потом как я уже говорил поставлю вынос и все будет по центру ну что вот и закончилась установка карбонового руля на мой фатбайк дальше будут испытания обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить это я думаю что все будет отлично я просто уверен что все будет отлично ну а вы ставьте лайки переходите в описание по ссылочке там вы найдете ссылку на продавца на мой аккаунт Strava ну и еще много чего интересного всем удачи и пока пока удачи